На московском картодроме Микс состоялась ежегодная гонка «Картинг без границ» для пилотов с ограниченными возможностями. Мероприятие проходит седьмой год подряд. На сей раз на старт вышли 40 участников. Приятно, что поприветствовать гонщиков приехали люди, хорошо известные в блогосфере и мире автоспорта. Люди собираются здесь, чтобы проявить себя. У людей появляются какие-то цели, мечты. А без этого всего жизнь на самом деле не имеет никакого смысла, если ты не мечтаешь, если ты ни к чему не стремишься. Любой вид соревнований, будь то автоспорт или штанга или что угодно другое, это всегда азарт, это всегда движение вперед, это всегда работа над собой. Поэтому в этом смысле участие, конечно же, очень важно, потому что это подразумевает работу над собой и самосовершенствование каждого из участников. Поэтому, конечно же, нужно участвовать, но, конечно же, нужно еще и стремиться к победе. На трассе можно было увидеть пилотов разного возраста и уровня подготовки. Впрочем, расхожая мудрость о том, что важен не результат, а участие, здесь справедливо, как никогда. Мы показываем, что на самом деле ограничения физические – это, да, грустно и печально, но только в самом начале. А потом человек начинает адаптироваться и жить обыкновенной жизнью. И вот этот вид спорта, он конкретно помогает людям поверить в свои силы, выйти из дома, понять, что адреналин, активная жизнь – они все доступны человеку. Нужно внести только небольшие технические усовершенствования. Небольшие, но очень важные. Таким пилотам требуется особая техника, оборудованная специальными органами управления и дополнительными системами безопасности. До недавнего времени такие карты делали только за границей, но теперь их начали выпускать и у нас. Я участвую в соревнованиях наравне со всеми, со здоровыми людьми на специальном оборудованном Mix Card Sport. Оборудован он системой ручного управления. У меня все находится на руле. Тут и рулежка, и газ, и тормоз. Нужно все это контролировать руками одновременно. Недавно Павел выиграл один из этапов серии «Шонгс». Хотя ехать ему существенно сложнее даже на специально оборудованной технике. А в очередной гонке «Картинг без границ» лучшими стали Дмитрий Фролов среди участников мужчин и Злата Варламова среди девушек. Продолжение следует...